С 20 июля до 1 сентября нагрузку в лечебных учреждениях перераспределят. Больные коронавирусом будут проходить лечение только в профильных госпиталях, а также в обсерваторах. Там, где это необходимо, увеличат количество коечных мест. Доступность медицинских услуг для жителей региона должна вернуться к прежнему уровню. В Москве и Санкт-Петербурге уже переходят на новый режим работы. В период с 1 сентября в течение пяти месяцев будут наращиваться мощности крупных больниц, а с 1 февраля должна начаться плановая лечебно-профилактическая работа. Сейчас в больницах области проходит лечение 523 пациента с подтвержденной инфекцией и пневмонией. 940 жителей региона с ковид находятся на амбулаторном лечении. Областные власти считают, высокий уровень выявляемости коронавируса напрямую связан с объемом проводимой диагностики. В период пандемии было сделано в 30 раз больше компьютерных томограмм, чем обычно. Это в том числе подтверждает гипотезу о том, что повышение диагностики и увеличение частоты выявления изменений легких действительно сопряжено с увеличением частоты выполнения компьютерной томографии как таковой. Ответ на вопрос о том, что мы пугаемся, удивляемся этой цифрке. Да вот ответ. Просто Минздрав мы, конечно, давно бы это сопоставили без моей подсказки. И нам бы как-то поспокойнее, поувереннее мы себя чувствовали. И я лично, и уверен Светлана Валерьевна Архипова. Вот он ответ на вопрос. Экзамены в регионе проходят в плановом режиме. Для сдачи ЕГЭ готовы 1137 аудиторий. Накануне испытания помещения проветривают окна тех, что расположены на солнечной стороне, обклеивают защитной пленкой. Утром перед экзаменом проводится влажная уборка. На протяжении всего испытания работают рециркуляторы воздуха. За самочувствием выпускников тщательно следят. Если в прошлом году в медкабинеты во время испытаний с жалобой на недомогание обратились 157 человек, в этом году 151 выпускник. Конечно, мы ведем работу и психологически настраиваем детей и рекомендуем прийти в легкой одежде. Не буду говорить, зачем дети иногда одевают курточки на экзамены. Мы это понимаем. Все-таки мы настораживаем детей, чтобы чем проще вы оделись, тем будет легче вам в аудитории находиться. То есть там температура еще все-таки не такие высокие в утренний период. Виктор Анатольевич, тем не менее, внимательно следите, чтобы в этот момент, когда дети заходят, там специальные процедуры проходят, чтобы тоже как можно меньше находились, конечно, на открытом солнце. Большинство оздоровительных центров готовы к приему детей. Окончательные решения по старту смен примут специалисты Роспотребнадзора. Для безопасности отдыхающих лагеря будут заполняться лишь на 50%. Заезд будет одномоментным, родительские дни запрещены. И между кроватями будет соблюдаться расстояние в полтора метра. Не будет массовых мероприятий. Персонал не сможет покидать лагерь в течение всей смены. Лагеря с дневным пребыванием начнут работу с 3 августа. Для отдыха детей готовы 74 пришкольных лагеря. Планируется, что они смогут принять 54 883 ребенка. Кормить детей будут не три, а два раза в день. Это позволит организовать отдых большего числа школьников. Виктория Шарая, События.